109 серия маршрута участок Мурманск-Магадан позади город Кемерово решил еще немного проехать но светло и остановиться на ночевку можно было и в Кемерово остановиться но решил поехать дальше 64 километра в этой серии будет пройдено и в следующей серии она будет коротенькая остановился на ночевку на трассе это трасса r-255 Сибирь это для танкиста для танкиста Василия информация он любит отслеживать эти трассы название трасс так отвечу на комментарий Артем 33 написал это комментарий 56 серии где я не очень удачно остановился на ночевку в городе Данилов Ярославской области Артем пишет в идеале конечно лучше снимать квартиру на ночь в таких городах на авито можно найти или придорожный мотель на худой конец охраняемая стоянка возле мотеля где тусуются дальнобойщики пускай шумновато зато безопасно в туалет дождь сходить кипятка налить и так далее или же возле торгового центра желательно круглосуточного в туалет сходить платная стоянка да Артем абсолютно прав в отношении того что к стоянкам к привалу нужно относиться очень внимательно и у меня не получается заранее планировать наверное сказывается вот народная мудрость хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах и у меня постоянно проходили срывы не получалось не получалось найти нормальную стоянку доказательством этого вот участок москва мурманск и мотель кола сегижа особенно вот в мурманске где клюнув на объявление на яндекс навигаторе приехал думал охраняемая стоянка но все условия для автомобилистов оказалось что это обычный двор поэтому пришлось уже на месте ориентироваться искать место для ночевки совершенно верно Артем вот к отдыху в дальних поездках нужно относиться очень серьезно потому что если ночь прошла тяжело в смысле что мешали подъезжающие автомобили там местная братва хулиганит вот утром уже просыпаешься но полубольной и на трассе обязательно потянет в сон и надо будет в любом случае останавливаться может быть час полтора на дороге где-нибудь в закутке остановиться поспать ну если двигаться с детьми с семьей то вам в помощь вот это видео которое я размещаю где можно посмотреть выбрать место для остановки для отдыха для привала просто записать координаты и просто выставить координаты и ехать к этому месту ночевки и привал это я говорю если с семьей с детьми где очень важно ну как это сказать условия удобства вот например остановился у мотели кола я по телефону звонила разговаривал договаривался все отлично но по сути оказалось только туалет и умывальник все если например северо-западной западной части россии средней полосе еще можно этот на урале сибири на трассе амур ну можно найти как-то сориентироваться и заранее спланировать получается место для отдыха для привала то ситуация с отдыхом на трассе колыма там вообще дело швах но я не буду забегать вперед на видео посмотрите я говорю основная цель этого видео которое вот размещаю это для тех кто собирается в дальние поездки с семьей с детьми чтобы могли как-то сориентироваться где отдыхать сколько проезжать в день ну там можно этот можно в общем как-то использовать это видео с пользой с пользой для себя извиняюсь за тавтологию я обычно я уже говорил что не планирую заранее места остановки привала а уже выбираю место по трассе по ходу движения и на погоду по факту смотришь и на инфраструктуру научен горьким опытом прошлые годы поэтому рассчитываю ну зная более менее ситуацию обстановку на трассе более менее можно рассчитать и рассчитываю для себя где примерно можно будет остановиться примерно там плюс минус может быть сто километров перед поездкой в Магадан еще дома в Москве я пытался в интернете найти какую-то информацию о трассе 504 есть интересные ресурсы там Discovery как же он называется там Дороги России по-моему разделы есть ну интересно красиво рассказывает популярная личность но он в основном рассказывает исторические такие блоки у него очень интересно смотреть очень но для туриста для авто туриста для путешественника пользы там мало потому что я как уже сказал информация в основном имеет такой исторический наклон интересно очень интересно смотреть но для практического применения на мой взгляд неприемлемо ну а в данной серии приехал Кемерово можно было остаться где-нибудь возле торгового центра кстати на обратном пути я останавливался у торгового центра он не круглосуточный но по крайней мере огромная стоянка светло и во многих в плане безопасности вполне подходит для ночевки для привала торговый центр работает допоздна так что это как вариант может подойти ну а в данной ситуации проехал Кемерово было светло ничего интересного яндекс навигатор показать не мог от сто десятой серии там видно будет что решил остановиться ближайший там населенный пункт площадку увидел решил остановиться там но потом навел справки там киоск мне посоветовали проехать еще немного там 3-5 километров и на трассе есть стоянка там и кафе и туалет ну все что все что нужно для водителя в дальней поездке там есть называется две сестры чуть дальше еще одна стоянка но мне дальнобойщики порекомендовали вот стоянку две сестры я уже говорил что перед поездкой лазил по интернету по ютубу поискивал информацию меня больше всего интересовала трасса колыма r504 и к сожалению там ничего не нашел сейчас хочу забегать вперед рассказывать о трассе колыма в момент когда начну размещать видео ну наверно буду более подробно более конкретно о чем то говорить и хотел бы еще раз я уже говорил по моему об этом предыдущих сериях где то что всю дорогу все время я ночевал в автомобиле самонадувающийся матрас замечательная вещь если кому интересно я могу ну как бы фотографию что ли выслать и остановился на ночевку в Магадане мне опять таки посоветовали дальнобойщики гостиница океана очень красивое место вид на залив на море вид очень красивый но я там остановился приехал по моему часа в три дня местного времени ну в 14 15 часов точно не помню остановился чтобы душ принять искупаться одежду постирать и лег спать уснул моментально там две-три минуты и вырубился но где-то через полтора два часа я проснулся проснулся от ощущения что я сплю в автомобиле работает двигатель такой вот такая вибрация такая тряска и как будто автомобиль едет очнувшись основательно проснувшись увидел увидел ничего подобного то есть кровать сплю в кровати никакой никакого движения никакой вибрации по всей вероятности я в этом убежден сказалось то что вот несколько дней движения по трассе колома сейчас не помню там дня три наверное или четыре ехал от нижнего бестиха до магадана вот эта дорога гравийка щебенка асфальта там почти нет сильная эта тряска она по всей вероятности сказалась на организме и во время сна вот это явление чувство вибрации чувство тряски она меня разбудила и должен сказать что такой эффект такое явление как вот просыпаешься от того что как будто едешь и у тебя тело все дрожит продолжалось до финиша то есть и во Владивосток ехал на ночевки на привале меня трясло и в этот в Крым ехал то же самое было и это во-первых немного напрягает во-вторых раздражает но что интересно утром просыпался бодрый как ни в чем не бывало то есть на состояние здоровья на самочувствие это никак не сказалось поэтому примите к сведению что такое такое явление такой эффект может ну вас настичь я вот смотрел видео на канале Discovery дороги России там вот он рассказывает исторические какие-то факты крайне интересные ресурс можете посмотреть но он двигался я сомневаюсь что двигался целый день где-то все-таки у него были длительные остановки может быть на день может быть на два чисто чисто такая туристическая карта что ли у него он ехал по старой дороге там две дороги от откуда же начинается сейчас уже не помню но до Магадана две дороги есть новая р504 и старая трасса вот по старой я бы не рекомендовал ездить потому что мостов там нет переправ как таковых нет и на маленькой машинке вы там не проедете поэтому рекомендация это двигаться по государевой дороге R504 Колыма ну ближе к Колыме я наверное буду более подробно рассказывать буду искать какую-то информацию с вами этой информацией и ну чтобы было максимум пользы от просмотра видео не только видеть но и какие-то какую-то аудиоинформацию получить так ну вот наверное пока все ну смотрите видео то что все так все так раздавались и без участия все прекрасно и все так так все так что что было такого лучше всего сегодня а что и и все и и Я не думаю, что я не могу. 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 Я не думаю, что я не говорю про тренинги. Я не говорю про взаимодействие музыки. Я не думаю, что я не могу. 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 Я не могу. Я не думаю, что я не могу. Я не знаю. с прекрасными людьми, как вы говорите, «Бентилазар», «Театр» и «Альфе». Ну, это просто хорошая страница по общению. Ну, а что там? Визуализация, постация или что это? Так, Юрий Петрович Лепива, да, вот построился в 83-м году, и кто-то, когда он построил, он стал, естественно, советский конкурсов, по-своему, на этом представлении этого представлениям, в том числе с учатом мистера Музыкального театра, и в общем, наверное, бесстанавливали. Но Реймс 131, я что-то не понял, блин... 1 Ларинск при въезде вот из-за этого начинается впуск в голове из 165 скажем как 131, 2,5 часа наверное ешь Вы представляете, что через 10 дней между патрусами? Я в штангах. Каждый раз. По-моему, на трассе стоянка и я там остановлюсь Андрей Жаннц есть прекрасный театр за три гуля театр хороший китис, кафедра, фигра прекрасная студия скажи мне, чего мне не хватает? Что у меня есть, Господи? Спасибо поэтому я буду делать, делать, делать на это самое главное по большому счету я жалуюсь на руку, на руку, на руку, на руку и на руку и на руку и на руку Интернет так показания приборов 5.4 на 100 км пройдено 710 км время пути 10 часов уже средняя скорость 68 км студии степанки шанс-гресс-гресс-глесс все российские прокургации продолжают успешно выступить на руку как Я не знаю, что у вас продаются медали, и не тратят на 10 метров, и напрячутся к шагаману Эй, 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 эй! Вверху! ...и церковь, это конец... ...и церковь. ...и не скрывался по поводу очередной. Бесменная республикация подороги подзнания США Джо Байдена ...а критики за то, что на сосновых историческихермировках были приоритены в этойMoise... ...и в этом член GPU Дегерина вовсе президента Санкт-Петербурга. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Франции 160 тысяч человек протестовали в субботу против системы ковид-пропусков, которые по их не нарушают права непривитых граждан. А по данному МВД накануне в стране состоялось более 200 акций протеста. В Париже на улицы вышли 14,5 тысяч человек. 16 университетов были задержаны. Трое полицейских получили легкие ранения. В марте протестующие заявили, что отказываются вакцинировать своих детей. Протесты во Франции против ковид-пропусков продолжаются уже почти два месяца. Напомню, без этих документов Пятые Республики сейчас допускают в рестораны, кинотеатры, самолеты, поездок дальнего осветования, крупные торговые центры. Простейский космонавт Олег Новицкий снял с МКС приближающийся в США ураган Гуда. Потом в Львовне в телеграм-канале Роскосмоса. А ведь струнули, что ураган движется к американскому побережью со скоростью около 25 километров в час. Простейский космонавт Олег Новицкий снял с МКС. Простейский космонавт Олег Новицкий с МКС. Простейский космонавт Олег Новицкий от Санton. Продолжение следует... 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 FM-радио нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что? Субтитры делал DimaTorzok Поеду-ка я Не буду угадать здесь Который бегать не надо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...